Здравствуйте, коллеги и зрители канала Я Прихмахер. Меня зовут Анастасия Николаева и я являюсь ведущим тренером бренда Куафанс Профессионель. Сегодня мы хотим вам показать наш новый уход, абсолютно новый уход, точнее ритуал красоты под названием Карите Орган. Это абсолютно новые продукты, линии, которые были вдохновлены востоком, они имеют достаточно пряные восточные ароматы. И состоят из трех продуктов, это эликсир, шампунь и маска. Сегодня мою модель зовут Наталья, и как видите, у нее достаточно поврежденные светлые волосы, это порошковый блонд. Конечно, перед тем, как приступать к основному уходу, мы должны посмотреть в целом на эластичность волос. Каким образом мы можем это проверить, увидеть, насколько сильно повреждены волосы, нам необходимо взять тонкую прядь, точнее даже буквально несколько волосков, вот примерно такой толщины будет достаточно, и намочить волосы. При помощи пульверизатора, либо просто намочить руку и обработать волосы. Затем мы берем данную прядку и наматываем на один палец и на другой. И начинаем растягивать. То есть при натяжении, в общем-то, достаточно хорошо видно, что волосы начинают рваться. У меня в руках какая-то часть волос даже остается, то есть, в принципе, отступая где-то 5, точнее даже 3-4 сантиметра от корней, уже находится стрессовая зона волос. Вот поэтому нам, скажем так, нужно восполнить структуру волоса, нам нужно ее реконструировать. Нужно улучшить эластичность, чтобы волос не рвался при натяжении. Ну и в дальнейшем, чтобы нашей модели было проще работать с цветом, да, цвет ложился ровнее, было больше блеска. Ну и в целом просто поухаживать за волосами лишний раз никогда не повредит. Ну и после ухода мы выполним укладку при помощи также средств, точнее стайлинговых средств Куафанс Профессионель. Также мы покажем, в общем-то, как в зоне мойки можно сделать, точнее выполнить массаж головы при помощи шампуня и маски. Итак, мы приступим к ритуалу красоты. Он выполняется в несколько этапов. Первый этап – это нанесение эликсира. Эликсир выглядит вот таким вот образом. Он имеет объем 50 мл. Вся данная линия, она основана на двух активных маслах. Это масло карите и масло орган, что, собственно, понятно из названия. Но для тех, кто не знаком, допустим, с маслом карите, я думаю, что все слышали такое название, как масло дерева ши. Ну, собственно, это одно и то же масло. Ну, о, в общем-то, чудодейственных свойствах данных масел, наверное, рассказывать даже и не стоит, потому что они есть и в наших красителях, и во множестве наших уходов. И сейчас достаточно концентрированной формулы, скажем так, формулы Форте, которая активно восстанавливает даже очень поврежденную структуру волос. Но поскольку у нашей модели очень тонкие волосы, каждый этап мы будем прогревать. Если волосы, например, очень толстые, азиатского или южного типа, можно, в принципе, после шампуня маску не греть, а просто выдержать на волосах порядка 5 или 7 минут. Ну, первый этап – это эликсир. Он наносится на сухие волосы, не мытые волосы. Можно наносить с миски при помощи кисточки. Я могу, в принципе, наносить просто с руки, чуть-чуть капая эликсир на волосы и прочесывая. На кожу головы эликсир я не буду наносить, поскольку это очень концентрированный продукт, очень активный продукт. Я буду наносить на волосы, отступая примерно 3 сантиметра. Ну, фактически, буду наносить только вот на ту стрессовую зону, на которую мы на эластичности, собственно, на тесте на эластичность выявили. Итак, я могу работать достаточно толстыми, большими прядями, то есть не обязательно мельчить. Сам по себе эликсир имеет очень приятный аромат. Это восточные ароматы, достаточно пряные, насыщенные. Фактически можно назвать эту процедуру даже спа-процедурой, такой арома-процедурой. То есть я наношу, отступая от корней, небольшое количество эликсира. То есть это фактически прям масло. Многие спрашивают, да, можно ли данное масло наносить перед сушкой для разглаживания концов. Но на самом деле, как видите, вот это очень масляный продукт. Вряд ли он подойдет для сушки, то есть волосы достаточно жирные будут, его нужно обязательно смывать. Очень плотный продукт, это сразу чувствуется в руках. И я, в общем-то, попрядно буду вот таким образом обрабатывать полностью все волосы. Я могу работать без перчаток, потому что в составе масла, ну, фактически только одни натуральные компоненты. То есть это, в принципе, даже для сухих рук будет очень полезно. Итак, мы закончили нанесение эликсира. Одели согревающую шапочку. И сейчас я буду греть ее феном примерно в течение трех минут. И оставлю для времени выдержки, ну, примерно на 10 минут. Если в салоне имеется климазон, это будет вообще идеальным решением. Либо, допустим, некая паровая баня, например. Вот, все это займет буквально 10 минут. И далее эликсир мы будем смывать специальным шампунем, также из серии Carité Organ. Итак, коллеги, мы перешли в аквазону. Сейчас мы просто смыли масло, точнее эликсир водой. И я хочу проверить еще раз волосы на эластичность, как эликсир справился со своей задачей. Но в любом случае у нас уход еще не закончен. Поэтому мы будем наносить дополнительно маску. Я беру также достаточно тонкую нить. Мы помним в начале еще нашего ролика, что прядь даже от небольшого натяжения, она уже рвалась примерно вот как раз-таки над самой стрессовой зоне. Я также беру достаточно тонкую прядку, буквально несколько волосков. Еще раз наматываю. Предварительно можно дополнительно смочить ее. И натягиваю. То есть сейчас я вижу, что волосы значительно стали эластичнее. То есть они не рвутся. Посмотрите, как хорошо волос натягивается. После маски этот эффект должен еще усилиться. На данный момент сейчас наша задача – это смыть эликсир при помощи шампуня из той же самой серии Carité Organ. Но как раз-таки именно в этом этапе мы можем сделать нашему клиенту массаж. Каким образом, я сейчас покажу. Сам по себе шампунь имеет достаточно яркий такой вот цвет желтый, но на самом деле не стоит опасаться, даже учитывая, что у нас блонд. То есть он имеет вот такой вот желтоватый оттенок, тоже имеет очень приятный аромат органового масла, восточных запахов. Мы распределяем шампунь по рукам. Наносим полностью на все корни. То есть на длину я пока что ничего не наношу, потому что мне будет достаточно той пены, которая у нас на корнях будет образовываться. Пока что я добавляю воды. То есть шампуни от Куафанса не очень любят воду, и только при помощи нее они очень хорошо пенятся. Если я чувствую, что мне маловато, я могу добавить шампуня, но я буду промывать волосы дважды. Итак, сначала я создаю себе пену. Это нужно для того, чтобы мои пальцы скользили по коже, и клиенту, скажем так, он не чувствовал дискомфорта, что я буду дергать как-то волосы, натягивать их на кожу. То есть мои пальцы должны скользить. Полностью по всей голове создаю пену. И что я делаю теперь? У нас с вами, да, то есть наши пальцы, есть вот такие вот косточки. Вот здесь мы эти косточки плоско ставим прямо, ну, ближе к колбу, да, то есть по краевой зоне. И начинаем делать вот такие вот движения, да, то есть вот такие движения, как будто бы мы вот так вот пальцами, да, как на пианино играем, грубо говоря, только костяшками. И начинаем с легким давлением на кожу, то есть не бойтесь делать клиенту больно, это не больно, это наоборот приятно. То есть нужно не просто поглаживать, а именно массировать. То есть мы начинаем двигаться от центра к височной зоне, возвращаемся и двигаемся к вискам. Можно уйти за уши, да, то есть по краевой, спуститься вниз и по той же схеме проработать краевую еще раз. Таких движений может быть, в принципе, неограниченное количество раз, но в целом массаж должен длиться, ну, не больше 7-10 минут. 7-10. Вот таких повторений может быть где-то порядка 5 или 6. Если чувствуете, что пены уже становится мало, чувствуете, начинаете дергать волосы, лучше добавьте шампуня и обработайте волосы еще раз. Когда вы выполнили, да, то есть вот эти движения, мы с вами сжимаем вот три пальца и один палец вставляем свободным, то есть таким образом у нас помещается ухо, да, то есть мы сюда вставляем, скажем так, между пальцами уха и начинаем вот эти пальцы ставим ближе к колбу и начинаем просто выполнять вот такие вот движения. То есть три пальца, которые вот здесь, да, то есть это у нас начиная от мизинца и до среднего, мы опускаем к нижней затылочной зоне, указательный палец на висках, большие пальцы там, где у нас лоб. Таким образом мы почти всю массу волос и, в общем-то, по всей голове массажируем кожу. Таких движений может быть тоже неограниченное количество раз, но можно, в принципе, себя ориентировать по времени. То есть буквально по 15-20 секунд мы выполняем одно движение. Вы можете движения чередовать абсолютно в любом порядке. Итак, дальше следующее движение – это движение большими пальцами, большими пальцами рук. Мы ставим вот таким вот образом, то есть, да, чуть-чуть, один палец сверху другого и начинаем, скажем так, по голове вырисовывать зигзаг, то есть вот такие вот движения выполнять. И двигаемся вниз. Двигаемся вниз. Когда вы чувствуете, что вниз уже пробраться достаточно сложно, просто приподнимите голову наверх и продолжите движение вниз. Двигайтесь до самой нижней краевой точки и обратно наверх. Тоже таким же чередующим движением. То есть вы двумя пальцами вырисовываете, как будто бы два зигзага. Кладем обратно голову. Можно еще раз повторить. Поднять голову, остановиться в точке, там, где у нас затылочные бугры. Одним пальцем, большим, допустим, правой руки, ставим чуть ниже затылочного бугра. И начинаем по часовой стрелке массажировать, просто выводя круг. Массажируем примерно 16-15 раз в одну сторону. И в другую сторону. Если вы хотите сделать, допустим, стимулирующий массаж, то есть это больше расслабляющий, то движения должны быть чуть более резкими. Есть вот такое движение, например, когда вы делаете легкий нажим на кожу по краевой и резко отпускаете. То есть вот такими движениями скользящими также обрабатываете всю голову. Также можно и большими пальцами посередине. Следующий этап – это проработка нижней затылочной зоны. Сначала вспейните. Обычно там меньше всего пена всегда бывает. Плохо промываются волосы. Поэтому добавляем пены. И вот этой частью руки, то есть вот этой частью мы сюда ставим, то есть кладем шею клиента на нашу ладонь. И начинаем этой зоной, то есть вот этим треугольником между пальцами, начинаем активно массировать. Можете добавить пальцы полностью, проработать шею, то есть нижнюю краевую зону. И вот такое чередование массажных движений можно, в принципе, повторить около трех раз. Это занимает примерно 7 минут, либо 10 минут, в зависимости от скорости, которую вы будете выполнять. Но сильно торопиться не нужно, потому что можно доставить дискомфорт клиенту. И в конце, когда вы уже завершили свой массаж, никогда не отрывайте резко руки от клиента. Это создает некое чувство потерянности, то есть это неприятно. То есть вас гладили, за вами ухаживали, а потом резко отпустили руки. Это доставляет дискомфорт. То есть вы должны даже во время мытья одну руку хотя бы, но держать на голове. То есть вы завершили массаж. Положите руку на голову и тогда включите воду. То есть ваши руки должны быть максимально близко быть к голове клиента. Так, мы помыли голову один раз. Сейчас я повторю то же самое со второй порцией уже шампуня, и мы будем наносить маску. Итак, мы завершили массаж. Теперь завершающий этап ухода – это нанесение маски корритей орган. Она имеет, в принципе, у нас два объема. То есть вот этот самый малый, есть еще 500 мл, то есть достаточно большая маска. Это 200. Она имеет вот такой тоже желтоватый оттенок, как органовое масло, и достаточно маслянистую, плотную текстуру. Мы наносим ее не от корней, наносим ее от середины до концов. Маска достаточно плотная, но в целом мне удается даже пальцами ее распределить по волосам. Также имеет очень приятный аромат. И, собственно, по такому же принципу, по которому мы выдерживали эликсир, мы выдержим и маску. То есть мы закроем ее в шапочку, немного погреем и поддержим примерно 5-7 минут. Если, допустим, у клиента сами по себе волосы имеют жесткую структуру, пористую, вьющуюся, например, азиатские или южные волосы, напомню, что маску можно не греть, а просто оставить ее на воздухе, допустим, чтобы клиент просто в мойке посидел, в аквазоне. И тоже выдержать примерно 5-7 минут и смыть. Далее, в принципе, под укладку вы можете использовать только укладочные средства. Дополнительно какие-то интенсивные ухаживающие средства уже не нужны, потому что сам уход весьма концентрированный. Итак, я обработала волосы, чувствую вот этот вот скользящий эффект. Закручиваю волосы. И убираю под шапочку. Итак, все. Мне остается только погреть маску внутри шапки и смыть ее обычной водой. Итак, коллеги, мы полностью смыли наш уход. Давайте еще раз посмотрим тест на эластичность. Помните, да, то, что у нас волосы достаточно активно рвались примерно вот в этой зоне. Мы натягиваем волосы еще раз. И в целом видим с вами достаточно сильную эластичность волос. То есть они не рвутся. Я могу еще сильнее потянуть их. Как видите, волосы возвращаются в свое состояние. У меня в пальцах не остается никаких волосков. То есть волосы напитались. Мы, в общем-то, реконструировали нашу структуру. Нам остается только волосы высушить. Я не буду наносить дополнительных срез, чтобы не утяжелять без того тонкие волосы. Вот. Единственное, что я нанесу, это прикорневой объем от Куафанс. У нас он выглядит вот таким вот образом, из линии стайлинг-лайн. Степень фиксации его тройка. Он достаточно легкий и не склеивает волосы. Итак, коллеги, мы закончили наш уход под названием «Карите орган» от бренда Куафанс профессионель. Как видите, светлые волосы приобрели достаточно интенсивный блеск, плотность и эластичность, что мы увидели, собственно, на тесте по эластичности. Итак, я надеюсь, что вам понравился наш мастер-класс и презентация нашего нового ритуала красоты от бренда Куафанс. Меня зовут Анастасия Николаева. И до встречи в новых роликах на канале «Я прихмахер».